Привет, дорогие друзья, вы на канале Джонни Паббит, а мы продолжаем с вами играть в Ведьмак 3 Дикая Хода. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест Кровавого Барона и повздорила с какой-то ведьмой. Как-то так, ребята, я думаю, вы всё слышали и всё поняли. И в прошлой серии мы с вами добрались до этого Красного Барона, и вот он, давай нам рассказывать, что же произошло вообще в целом и где видели последний раз эту Цири. Вот, и нам выпала роль поиграть за Цири. Хорошо. Типа он рассказывает, она шла, шла. Куда-то-то дошла. Ей надо помочь. Так, а где бабуля? Опа! Кстати, у меня... Я интерпес не хочу. Вау! Га себе! Что за блайн? Блин! Прикольно! Можно, в принципе, играть без интерфейса. Вау! Можешь слизать! На, это лялька. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ну, я не теряюсь, давайте так ответим. Я никогда не теряюсь. Хотя чё перед ребёнком напендиваться? А что ты делаешь одна посреди леса? Ищу потерявшихся девочек. Что с тобой случилось? А? Ты про это? Пустяк. Помыться бы тебе. Откуда ты взялась? Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождёт. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Угу. Ходёшь домой. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдём. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Так, ладно. Как-то с менюшкой. С хадом чуть-чуть поинтереснее, да? Карту видно. О, иди сюда, мальчонок. Быстро, спрячься! Опа. Оп-па. Оп-па. Оп. И это что? Так, а что тебя за баф? Мы-то справимся, правда? Ничего-то ничего нету. Опа. Опа. и еще один все можно выходить даже мой тядька так не умеет а мой мой умеет гораздо больше пойдем наталья не работает да они ничего нету здорово их подрали наверно этой твари здоровенные когти как гречка гретка подожди тут не подходи но никаких но останься здесь я кое-что гляну белки красные все еще влажные умер недавно рот раскрыт губы перекошены но язык прокушен перед смертью ему наверное было очень больно раздавленная грудь ребра пробили легкая что-то его подбросила и ударила об дерево нога оторвана или скорее кто-то ее отгрыз жить какая стой там и не подглядывай костный мозг высосан интересно жесть посмотрим печени нет сожрали зачем ты копаешься у него в животе посмотри лучше у тебя шнурки завязаны актуально похоже малявка не выдумала этого волчьего короля это волкалак что с ним случилось упал он случайно конечно это волчий король его подрал каких это пор деть куда упал кими умными если он и на нас нападет хороший вопрос если у меня нет серебра но я могу приготовить масло масло подсолнечное нет особое собачьего сала борца собачьей петрушки и волчьей печени от него волчьему королю будет очень очень больно какая-то умная откуда ты знаешь такие штуки тебя тятенька научил нет нет ни тятенька дяденька дядюшка виси мир так собрать волкобой теперь можно собирать печень здорово да мы уже тут были 20 20 вернует и твари здоровенные когти собрать собачьи петрушку собачья петрушка это что такое весь собачья петрушка брюхов все разобрана когти очень мощные волки бы так не смогли что там было волкобой синького растения собрать три штучки да вот она еще один волкобой и еще один так осталось нам ребят петрушка мило мило у него нет чуть я вы представляете у цири нет я слышишь прячься быстро у него есть мощный удар а ну да все свинья можешь выходить вместе значит где-то рядом есть люди хорошо и часто родители детей на сладкую тропинку посылают и возвращаются что пойдем-пойдем-пойдем 1 болтать так петрушка выглядит как пищелистник а как зверобой внешний вид у него тут у нас что мило види дожди иди вот она вот она похоже на зверобой только гигантский там еще грибочки отлично все есть осталось найти место где можно развести огонь и спокойно приготовить масло фак охренительная игрушка что делаешь масло для меча вышла в 2015 посмотрим как действуют рецепты дядюшки висемера так вроде все почему обратно отбежали ну ладно оба пройдемся завалим волка по крайней мере попробуем грибочки которые хотел собрать еще ну конечно вряд ли будем играть долго за цирий заяц пиал пиал шкура поэтому я думаю собирательством можно и не заниматься но меня все тянет заниматься крафтом сборами сбором ресурсов тут немножко темно боишься а ты теперь ты мне веришь верю прячься почему на себя показывать нижней нижнюю часть оба бить волка так какой-то она это нубик что это было вот отлетел сам но но ты даешь в жизни такого не видал малявка вылезай а то чувачок мы еще нас есть еще тот запал мы хотим добраться до деревни у тебя бинты дома есть и что-нибудь от заражения он меня поцарапал это нет а вот хозяин мой человек серьезный то что он то точно поможет может даже награду какую даст за убой волка лакота ну ладно веди к своему хозяину а зачем нам показывать лямку левчика просто интересно типа она такая вся растропа на или 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 никого вы мне притащили а это не моя дочь а вторая это не другая дочь то я узнаю так что постарше может и не ваша но ошибка похожа так как будет награда я тебе сука покажу награду охренел представляете вдруг это дочь красного барона вместо имберга ну вкусный гуляш я вижу рад что нравится как подкрепишься ванна для тебя готова а потом и поспать недурно гретка за печкой а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни спасибо я тихо тихо ты ешь спокойно еще поболтаем когда отдохнешь а дальше что было я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать а потом ну а это уж совсем другая история давай я хочу ее найти ты понимаешь и мне надо знать все понимаю но видишь ли так получается что мои дочь и жена тоже пропали предлагаю уговор найди моих близких я расскажу тебе все что знаю о девушке которую ты ищешь окей сразу по рукам берем дело тебе помогу я найду твою семью но потом ты расскажешь мне все что знаешь вот тебе мое слово когда ты последний раз их видел они пропали в последние новолуни а к сквозь землю провалились что значит пропали ну пропали я утром просыпаюсь а их нет это больше еще мало можно осмотреть их комнаты зачем может я найду там какие-то следы я чужим не позволю рыться в их вещах ты хочешь чтобы я их нашел или нет хочу тогда не мешай работать но будь по-твоему но я с тобой пойду все равно дверь открывать понимаете вот он говорит сделать нам найди мою семью там а я тебе скажу что там было дальше или куда она делась а он нам скажет знаете что типа в таком духе да она вышла в неизвестном направлении и все это очень круто требование нельзя забрал берем все что плохо лежит так пойдем 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 дочка моя в детстве очень любила зверей как-то увидела на стене олень и рога и знаешь что спросила понятия не имею папочка говорит а у этого оленя попа за стеной но и помню если кто причинит убью нахер ты пришли квадратный чел опять заедает это наша спальня комната тамары там только не устраивает бардак когда они вернутся пусть все будет так как они оставили хорошо только возьмут золото кольцо жемчуг серебряный подсвечник бутылку воды хорошо дальше что еще я возьму что плохо лежит то возьму хорошо баронушка колечко жемчуг до . воды все правильно потушил ну да ладно на им все равно не нужно виноградик ну в принципе так-то по внешке мы посмотрели чё теперь нам нужно ведьмача чутье а вот здесь еще не посмотрю хотя она была изначально посмотреть кожа кожа давай загорали и подсвечник ножка сломана чтобы это могло значить деревянный подсвечник ножка сломана травка свежие цветы он что надеется что они могут вернуться в любую минуту чисто так размышляет сам собой стена другого цвета будто еще недавно здесь что-то висела может эта картина по размеру подходит какая картина стена другого цвета так если брали что-то висела может эта картина по размеру подходит если в целом картина да только я тут нету здесь закрыта окей пойдем в эту комнату перду я просто смотрю ребят хожу и смотрю что тут еще нас есть ну в принципе больше а вот картина барон и его жена выглядят счастливыми а здесь кто-то закрыл дырку в стене интересно что там с другой стороны а вот и ножка сна похоже это деревяшки ножки от того подсвечника вряд ли это совпадение похоже тут дело дошло до драки поищу еще следы кто-то кого-то замочил да ладно здесь мы уже смотрели ага пятна крови сломный подсвечник пятна от вина разбил бутылку р велюс из тусанта хорошие выдержки долго не выветривается интересно куда ведет след пойдемте позав на запах сейчас мы узнаем тут бухал сейчас я тебя устрою пам-парам чего след обрывается можно поискать здесь что-нибудь еще лиловая деревяшка и пахнет можжевеловым дымом похоже на народный оберег интересно отчего он должен так я взял вот эту штуку сейчас вот это предмет необходимо задание магический предмет ощущают кажется здесь больше нет ничего интересного окей мне что да можно было войти правда отлично я бы это все продал кому-нибудь здесь никто не спалит ржавый ключ благовония сосуд для благовоний и старый ключ интересно что за дверь он открывает вниз сандал что-то еще шафран письмо тамаре тамаре мы как одна семья поддерживаем друг друга помогаем друг другу пережить тяжелые времена справиться с прошлым ибо у каждого из нас есть свое прошлое стоит ли копаться в чужом и у нас правило мы не спрашиваем больше чем человек сама себе хочет поведать хорошие для нас не имеет значения только будущее на прошлое простите в котором мы намерены бороться со злом и несправедливостью спатье и естественны и отвратительным практиками так ладно это пахнет елкой она и тут опять винишка а нет это тоже то же самое винишко по запаху сейчас еще пару есть можно а вот сундучок кукла конфета мы найдем как это использует правда куклы вот же дрянь выглядит как кукла в которую втыкают булавки чтобы причинить кому-то вред что-то не ребят здесь замышляли тамара что-то замышляла видимо за ней пришли так пора отсюда выходить окей пойдемте сходим 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 барону скажем барону ну как уже осмотрелся да узнаешь этот медальон да они относил его последнее время знаешь откуда он у нее понятия не имею нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародеки или ворожей ворожей есть старый чудила живет недалеко от больших сучьев вы колдунью еще есть в подлесье но я не мало знаю она здесь недавно объявилась если они отходила кому-то то скорее колдуну она ведь чужакам не доверяет давай надо сходить поболтать с этим ворожаем только имея ввиду если вряд ли сговоришь что он говорят молодости порешил собственного отца сетиры вот и после этого двинулся вроде как он духов видит и скажу его личная жизнь не интересует я хочу просто спросить о медальонах хорошая игра ладно давайте пойдемте вниз найти хату ворожея ты чего здесь ищем ты чего здесь ищем ребята здесь увидел гретту пусть и можно у нее узнать спросить что же случилось дальше ты грядка я откуда ты знаешь потому что у тебя белые волосы и медальон с волком цири мне рассказала у вас цири же разговаривали ну да она не говорила например куда собирается или зачем она здесь говорила что ищет тебя и чародейку только ты здесь значит тебя она не нашла может хоть другу этому своему помогла что за друг цири хотела помочь какому-то другу какому не знаешь ты не знаешь где цири нет однажды когда я принесла и завтрак ее уже не было а барон сказал что она уехала ты не спрашивала куда какой зеленый камешек ух ты красивый подарок спрячь его хорошенько и никому не показывай он очень ценный спасибо но иди играй дальше я не играю я помогаю забавно конечно значит цель здесь была нам ничего не сказали значит здесь ночевала цири сейчас найдем это я шмотки да это наверно цири похоже она уехала в спешке окей это что не ясная природа проклятие ясная природа проклятие лидия ван брэды ворд откуда у нее такое так это мой мой тайничок да я пока это все ставлю но это продам наверное там куда-нибудь чок вряд ли им играла цири а вот гретка ну мы были у гретки можем отдать его волчка только правда толку от этого давайте сходим отдадим посмотрим да я нашел твою игрушку это не твоя до соседней комнате лежал на полу однажды мне было очень грустно и цири вырезала мне волчок жалко что я пришлось уехать ну пока спасибо но иди играй дальше я не играю я помогаю хорошо тогда все таки пойдемте уже наверно к нашему ворожею так перед отправкой ребята тут зашел тоже деревушки нахожусь зашел в домик ночью хочу посмотреть что здесь у них лежит эх сюда бы еще какой-то навык скрытности не знаю может мода есть что ли в том плане то что это неинтересно зашел собрал весь лут они не видят понимаю что он здесь спит но все равно водички зато набрали пригодится нам водичка вот а двигаться нам поиски розыск сюда зайдем двигаться нам очень далеко не очень ну так спиртик для крафта спите спите я не знаю вас вообще-то ночью вас двери открыты как бы на ночь надо закрываться сломанные грабли зачем это все подбирают не было барахлишка я его сдал в магазин еще хочу знаете что проверить я вот поставил меч на меч поставлю да зелененький вон видите отравление два шанса то что натравится враг враг нормально глифу постал отравление дали себя обработать как навигатор так ладно еще мне надо знаете что хочу так где не крафт о как и далеко ушел ремесло надо собрать нет это не тот кинжал вот алхимия ласточку хочу собрать не нужен мозг утопца вот вот опция около болот з x папа это кто ходит можешь искать плата да это у нас оберег висит он нам дает плюс что-то там чё скажу трофей 10 шанс модификатор шанс отрубить конечность вот прикольная вещь мне это нравится скаловой кататься да хорошо упали поскакали через вес через поля найти дом ворожея так а вот у нас и домик ворожея какие-то челики что-то не хотят с ним сделать одесса тебя через солдаты барона интересно тебе чего хочу с вырожаем поболтать как ты опоздал сейчас мы с ним болтать будем давайте может быть вы берете себя ребята то что то это понимаете платить я не собираюсь вам но просто попрошу ласка уйдите пожалуйста убирайтесь отсюда а я подумал что сегодня будет день без трупа слыхал я что чародеи хорошо платят за органы редких существ интересно сколько дадут за его глаза ребята я говорю убирайтесь по-другому по хорошему говорю м ой ох хватит болтать двою лично я же вам говорил ребят посмотрим что за человек насолил приятеля мэдрика ой чё-то он развалился пополам ух ты был широким наконечником вот не понимает же вот про дерь есть там кто открывая не бойся кого духе несут чего он хочет мне нужна помощь человек волк седой они старые его товарожей и ждет пойдет давай сразу дело узнаешь вещицу сделаны из елового дерева пахнет можжевельником она должна была кого-то оберегать свежая ель козьей кровью окроплена кодилом можжевеловым окурина для анны на охрану от чего он ее должен защищать злые силы окружили во владение взять хотели старая магия что родится из небытия течет из черных истоков старая магия а точнее об этом болтать не можно этого касаться не дозволено ворожей мог дать только чуточку для охраны ничего больше поделать не мог анна и ее дочь пропали ты знаешь где они нет нет ворожей не знает но духи могут знать ворожей ворожить будет духов спросит пусть будут духи лишь бы понять где их искать 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 лучше книжные книжные никто никто не ищет что еще за книжная княжна коза убежала перепугалась наверное вернемся к делу его любимая козочка без козы без козы не выйдет ты прикалываешься ты поможешь мне если я ее приведу княжна княжна куда же ты подевалась ладно схожу за ней колокольчик колокольчик любит позвонишь ей она и придет на минуточку только береги земляники и дикой малины да я их близко не подпускаю это коварное чудище о господи чел может быть без без козы обойдешься как-нибудь другим путем наверное поесть вареник есть так следы 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 козочка хочет твой хозяин обратно домой опа а там хрень у нас да как обычно больше вареньков есть надо готовы печень печень сырое волчья шкура двигаемся дальше печень волка о козочка я уже здесь пошли коза княжна иди сюда но вот упрямая скотина пошли к выражаю пошли понятно что земляники интереснее чем ведьмак но иди же мне правда надо все время звонить чтобы ты шла туда милостивая госпожа найдешь козочка пошли и но куда лезешь да ты глупая куда пошла а все что ли ни хрена себе мишка оба оба сырое мясо медвине сало пошли мне правда надо все время звонить чтобы ты шла конфетка коза и конечно не плотва но со временем мы могли бы подружиться не советую конце концов у тебя есть достоинства которые присущи каждой плотве не говоришь лишнего сюда 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 нужно не убегая от ворожея там же волки ты сам не мог садим козенька господи мой еще поцелуйтесь ну как бы это теперь ты мне поможешь мне тоже очень приятно но я немного тороплюсь анна и тамара могут быть в опасности белый волк помог ворожей тоже поможет кровь надо крови живого существа господи хорошо сейчас вернусь и мышка пойдет подойдет большая мышка подойдет казачья ты как-то неправильно стоишь эскадем и эскадем ну с у нету там есть вот что как работает молоко то и кровь то и козочка не живет а и не умерла чего какого ребенка то еще говорил чье дитя она была беременна была и скинула и и барон ничего не сказал может боялся может стыдился может не помнил а может помнить не хотел на причем здесь барон барон как то был связан с выкидышем у своей жены человек он порывистый горилки не сторонится а после горилки нрав у него еще круче он издевался над семьей она была у тебя ты должен был что-то заметить вражей старый слепой но княжна пришла и руку ей полезала и что же мудрый она зверь только к тем приходит какие страдают что стало с ребенком без обряда его закопали вот он и проснулся блуждает мести ищет и гоша белый волк мудрый волк поймает и гошу и гоша поможет приведет к родным и гоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды они не помогают потому как прокляты а ведьмаки проклятие отводят ежели белому волку не повезет пусть кровь принесет кровь всегда родную кровь найдет какой и гоши чтобы там не было сначала мне надо найти и гошу в полночи щи у могилки пустой если ты прав где находится могила должен знать барон так ребята в общем тут такая кавардак да у нас получился в целом и гоша дети оказывается у нее был выкидыша барон видимо не хотел знать и вообще может быть не не хотел помнить и понимать что у них будет ребенок но суть не в этом суть том что у них наверно была в доме какая-то заварушка и она просто убежала потому что заварушка говорит о том что у них в доме было словно сломано посвечник вино разлито и все в этом духе что-то куда-то кто-то не поделил вот но продолжим мы уже проходить в следующей серии поговорить с бароном и все-таки скажем слушать чё за проблемы чё за дела там выкидыш не выкидыш дети не дети в общем вот такая вот история баронушка у тебя и все мы теперь и узнаем наверно вот вы были на канале джонни папе не забудь поставить лайк написать комментарий также поделиться этим видео а мы увидимся в следующем видосике всем пока пока а